ты знал что дворец колец существует вот и я не знала все прекрасно знаете что дворцы бракхистане существуют а вот то что существует дворец колец я узнала впервые и приехала сегодня вместе с вами в дворец колец который кстати единственный в москве в торговом центре коламбус для того чтобы узнать а какие кольца популярны в тренде в 2022 году погнали со мной но это действительно настоящий дворец колец это просто замок какой-то дворец смотрите вот этот зал вот позади камеры еще там продолжение в ту сторону уходит и это все витрины с кольцами вот если бы не дарья которая вызвалась мне помочь я бы наверное не смогла бы вот так вот с первого раза пройдя про всему этому дворцу выбрать себе обручальные кольца что выбор просто колоссально огромный мы сегодня приехали с определенной целью да не просто так мы хотим узнать а какие же тренды обручальный колец в 2022 году на дворе март самое время покупать кольца к свадьбе в общем-то а с учетом того что у вас есть постоянные скидки да я так понимаю постоянно всегда постоянно 80 процентов всегда кстати до 80 процентов то есть грубо говоря вы берете кольцо берете кольцо на кольце написано там цена сколько здесь написано цена дарья загнула смотрите специально чтобы я ничего не увидела цена в этом 58 тысяч и то есть от этой суммы еще там сколько-то процентов чаще всего идет отбирочки производителя минус 30 процентов скидка и соответственно же от нашего ценника мы делаем еще минус 50 процентов минимум то есть зависимость еще от того какой праздник и какие скидки на данный момент ребят ну в общем на этом наш сюжет завершён пойду-ка я себе пожалуй возьму кольца и расходимся ну ладно хорошо пошутили и ладно значит мы отобрали какое-то количество колец до которые действительно популярные которые на трендовые каким образом вы понимаете что вот этот тренд а вот это не тренд я понимаю это таким образом то что в нашей компании всегда продаются только тренды то есть у нас всегда все в топе у нас всегда все в моде и молодожены к нам идут зная уже определенно то что в нашем магазине не найдут именно то что им нужно то есть под любое пожелание по размеру по цвету по миллиметрам ширине по количеству камней или без камней мы всегда найдем именно то что ищет наш клей ну слушайте у вас здесь 5 миллионов колец я конечно понимаю что это тренде но тем не менее вы мне из 5 миллионов подобрали там насколько тут два четыре шесть восемь десять шестнадцать штук почему именно эти кольца вы выбрали чем обосновали выбор расскажите давайте прям по порядочку вот первое колечко вот я сейчас возьму в руки первое колечко вот оно такое красивое а тут смотрите да с бриллиантами тут смотрите камушки еще и сюда вставлены до в торец здесь тоже бриллиантики так понимаю в торце да и здесь бриллиантики не вращаются на бриллиантики и белое золото и желтое золото почему выбрали минут это кольцо в чем его трендовость совсем недавно в принципе пошел этот тренд на кольца вот именно такой формы то есть это больше ближе к англии где-то к америке вот туда до ту сторону углубляясь и наша компания начала развивать от классики то есть без камней соответственно до каких-то индивидуальных изделий например это изделие она по-своему индивидуально тем то что чаще всего но может подойти мужчина за счет того что форма здесь все-таки такая прям вот шайба самая настоящая машин ремонтирует поэтому я выбрала именно это кольцо потому что она очень элегантная красивая стильная в первую очередь и будет красиво смотреться просто мне кажется на абсолютно любой мужской руке рука будет расцветать и мужчина будет расцветать под это кольцо и чаще всего спрашивают именно такие кольца приходят с нашего интернет-магазина говорят вот я хочу посмотреть определенное это кольцо бронируют его или заказывать доставкой на дом или приходят померить и посмотреть на него вживую а у вас есть распределение что вот это конкретно кольцо мужское а вот это кольцо женское вообще нет такого подразделения нет у нас на мужское женское всегда подбираем все по размеру по размеру по пожеланиям ну как бы а если к вам пристать дюймовочка с размером 15 есть такое и такое тоже сможете сделать а то есть у вас и производства смотрите нет как бы прямо так вот на заказ мы не сможем его произвести но мы сможем найти возможно если его вдруг неожиданно окажется нашем дворце она скорее всего точно есть где-то в нашей сети и мы поможем человеку сориентироваться в нашем мобильном приложении найти где это кольцо есть и соответственно человек сможет заказать доставку на дом либо приехать и посмотреть это кольцо вживую в котором но магазин в котором есть наличие понимают дворец так дворец почувствуя принцесса в нашем дворце есть размер 15 этого кольца я вижу какое-то необычное кольцо вот здесь вот вы достали сейчас я пытаюсь его выговорить необычное кольцо с какими-то камушками черными это что за кольцо и почему то есть это действительно бриллиант и покрасили бриллианты просто сам по себе цвет бриллианта такой есть белые жёлтые бриллианты соответственно это и есть цвет бриллиант серый то есть он не крашеный абсолютно натуральный это тоже тренд тут тоже приходит я мишеву на я хочу черные lange до очень много таких людей которые приходят и говорят черные бриллианты сери velocity диет не вы где вы покажетесь поднимите ручки в комментариях увидите ручки я это я и купила себе кольцо с черными бриллиантами. Очень интересно, действительно. То есть, вот это кольцо, но оно достаточно классической формы, да, при всем при этом. Оно такое кругленькое. Классическое, но оно очень красиво смотрится на руке. То есть, одно дело смотреть его на подушечке, а другое дело, когда его можно померить и посмотреть. Также оно очень красиво будет за счет своей классической формы. Оно будет красиво сочетаться со всеми абсолютно кольцами на вашей руке. Так, ну вот я надела, и сейчас у меня не снимется, это кольцо, поэтому, пожалуй... Проходим на кассу. Просто проходим на выход. Хорошо, давайте от красного золота перейдем к желтому золоту. И вот вы еще одно колечко какое-то необычное выбрали. Что это? Это какая-то алмазная гранка или что здесь? Это, ну, алмазное напыление считается. Если так по-простому сказать, то это алмазное напыление. То есть, все кольцо по кругу идет в алмазном напыление. За счет этого оно будет очень красиво сверкать. Но это не бриллианты, да? Это бриллианты. А, это бриллианты. Меленькие, да, да, да. Меленькие бриллианты. А вот насколько часто приходят невесты и говорят, я хочу кольцо с бриллиантами? Всегда. Всегда с бриллиантами, да? Мне кажется, это мечта всех девушек на нашей планете. Девчонки, ну-ка, напишите в комментариях, у вас мечта с бриллиантами или вестами? Потому что, знаете, вот мне частенечко говорят невесты о том, что, нет, ну вы что, с камнями нельзя, потому что жизнь будет там негладкая, шероховатая там и так далее, вот я хочу гладенькие кольца. У вас такого нет мнения от невесты? В основном они хотят бриллианты? Не, бывает приходят из-за классикой. Классика тоже хорошо подходит всем нашим клиентам, но с бриллиантами, конечно, девушке чаще всего хочется. Ну, конечно, лучше, друзья, девушек, как говорится. И всегда бывает так, что девушка берет с бриллиантом, а мужчина, например, какой-то гладенький. Ну, что хватило. Ну, хотя, знаете, если скидка действительно такая большая, 80%, ну вот реально, давайте вот немножечко поскидку. Сейчас, девчонки, извините, уйду немножко от трендов к ценам, немножко перебегу на другую тему. Сколько нужно жениху денег? Зарплату получил и такой, надо идти за кольцом. Сколько ему реально нужно денег, чтобы купить кольцо с бриллиантом? Потому что, ну, как-то дарить не бриллиант, ну, не гоже, да, все-таки она же его бриллиант, бриллиант его души. Я сейчас не буду говорить про какие-то большие, да, бриллианты, а вот, ну, например, вот такое вот колечко с небольшим бриллиантом. То есть мы говорим сейчас про помолочное кольцо, да, определенно? Да, да. Смотрите, в принципе, в нашей сети цена за грамм золота идет от 3,690. Ой, это сейчас вы мне сложную какую-то формулу назвали, я же ничего не поняла, что это значит. Мы же еще ориентируемся на граммовку, соответственно, самое, ну, такое среднее кольцо, которое уже будет красиво смотреться на руке, это 2-3 грамма. Это достаточно для красивого кольца, поэтому вот оно 3 тысячи умножить на 3 грамма, это 9 тысяч, то есть... Это без бриллианта? И с бриллиантом, и без бриллианта. То есть ему нужно 10 тысяч рублей, там 9-10 тысяч рублей на кольцо? Да, даже, возможно, меньше, то есть это если еще ему пойдет, размерчик маленький, соответственно, граммов еще меньше, он может купить такой, себе шахарный кольцо. Ребята, бегом! Даже не за 10, а еще меньше. Серьезно? С бриллиантом? С бриллиантом, да. Это настоящий бриллиант будет? Да. Почему я раньше не знала о вашем существовании? Я была уверена, что кольцо можно купить за 100-200. Дворцы строятся не сразу. Дворцы не сразу появляются, знаете ли, да. Ну, вот такое, хорошо, вот такое вот колечко, вот я сейчас держу его в руках, колечко с бриллиантом, вот я вижу, что цена у него, вот все как есть, да, цена у него 20-450, это кольцо с бриллиантом, вот за такую цену по сути он его и купит, или еще дешевле? Еще дешевле, то есть я прошу обратить ваше внимание на цену, на бирочке сначала, на бирочке у производителя вот здесь. Ага, а 46-366, да. Соответственно, уже наша компания с производителем договаривается для дополнительной скидки для вас, и уже на ценнике там видите сумму, грубо говоря, как вот здесь 20 тысяч рублей. И еще от этой стоимости, счет карты клиента, нашей клубной карты клиента, он платит золотыми рублями еще 50% минимум, то есть он может оплатить 55. А как получить эту золотую карту клиенту? Бесплатно, мы вам ее подарим. По номеру телефона она будет виртуальная, никакого пластика носить не нужно. То есть за 10 тысяч 225 рублей он может купить вот это кольцо с бриллиантом? Да, даже еще меньше. За 9 там, может быть, чем. Слушайте, я в другой реальности, понимаете, сейчас очутилась, вот честное слово. Белое золото. Давайте вот возьмем какой-нибудь, какой-нибудь вот такой вот опять. Слушайте, Дарья тут так убрала, понимаете, чтобы я не взяла, укомплектовала так, чтобы я не могла взять его в руки. Вот белое золото, заметьте, Дарья специально подобрала большие размеры, чтобы я ни в коем случае не надела. Я экономлю ваши же деньги, да. Шучу. Белое золото, действительно, оно популярно, да, и оно остается популярным. Вот есть ли в процентном соотношении невесты, которые покупают, ну и женихи, да, соответственно, которые покупают обручальные кольца, как часто покупают белое золото, желтое золото и красное золото? Я думаю, в процентах по 30 каждому цвету золото, то есть одинаково, они абсолютно все лидируют. Нет, никаких не хуже. А по цене они отличаются, белое золото, от... Нет. Нет, то же самое, да? То же самое, да. Поняла, теперь давайте... Это же проба, 585-я проба. Все одинаково, понятно. Поэтому, да. Почему вот это кольцо, ну, оно похоже на самом деле с тем кольцом, которое мы смотрели уже, да, вот это вот колечко. Да, это мы смотрели лимонное, это белое золото. Ага. Я поняла, да, что они трендовые. Давайте какое-то другое кольцо возьму, сейчас покажу поближе его, и возьму какое-нибудь другое кольцо, тоже в белом золоте. И почему вы отобрали именно это колечко? В чем его трендовость? В чем его популярность? Во-первых, фурма, опять то же самое, да, то есть ближе куда-то там к Англии, новая классика. И также здесь бриллианты, то есть если вы посмотрите, они не прям глубоко сидят, то есть с обратной стороны шайбочки их как бы не видно. То есть это очень удобно в носке. Это очень удобно в носке раз, и очень удобно в том плане то, что оно будет меньше загрязняться. То есть, да, наше производство делает так, то что бриллианты вот он не прям насквозь вот так вот, грубо говоря, просаживает, да. То есть это очень хорошо служит именно в носкости. А он не выпадет из-за того, что он не так глубоко сидит? Не выпадет, да? Хорошо. От этого кольца мы тоже переходим к следующему колечку. Давайте вот возьмем вот такие кольца. Я вот, знаете, не просто так попросила, чтобы вы взяли еще вот такие кольца. Это я попросила, это была моя инициатива, чтобы Дарья показала нам еще и такие кольца. Они вот здесь вот смотрятся очень красиво, необычно. Это кольца, как они называются правильно? С алмазной гранью. С алмазной гранью. Трендер. Серьезно? Я прям часто спрашиваю. За счет алмазной грани они смотрятся очень как-то вот элегантно, не так вроде бы и вызывающе, но при этом и не фальшивят они. То есть за счет алмазной гранью при любом свете они будут смотреться очень круто и очень классно. А как складывается вообще вот эта вот трендовость в вашем магазине? Вы следите за какими-то новинками в мире моды или просто понимаете, что вот чаще всего у нас спрашивают вот это, чаще всего у нас покупают вот это и невестам нравится вот такой стиль и у вас какой-то личный свой рейтинг? Я думаю, что в первую очередь эта компания позаботилась о том, что она следит за тем, какие у нас тренды сейчас, да, что чаще всего люди где-то там спрашивают и производят уже такие ювелирные изделия. А мы в свою очередь пытаемся запоминать и грубо говоря поддерживать этот момент в нашей компании. То есть когда работаешь с клиентом, ты всегда запоминаешь что у тебя покупают. То есть ты всегда запоминаешь и клиента, и что у тебя купили. Соответственно в течение дня, даже под конец дня ты можешь понимать то, что вот сегодня я прям бриллиантами вот прям торганула, да? Или вот сегодня вот с алмазной грани прям торганула. То есть по-разному. Дорогой, знаешь, сегодня столько бриллиантов было, я устала, устала от этих бриллиантов, устала. Вот я взяла в руки сейчас еще одно колечко, оно такое достаточно необычное. Очень необычное, да. За счет того, что оно матовое, во-первых, да, внутри оно вроде глянец, но здесь оно матовое и форма необычная. То есть оно, не знаю, видно, не видно это на камере, но оно такое вот какое-то, да, проваленное такое. Это действительно тренд, это действительно модно? Да, то есть сейчас люди всегда придерживаются, наверное, ближе к тому, чтобы что-то необычное, то есть что-то вот я хочу такое, чего нет ни у кого. То есть поэтому вот именно вот это кольцо, там, да, такая модель среди наших миллионов просто этих колец. Вот, да, люди бывают приходят за одним, а берут именно его. Ой, слушайте, кстати, вот это... Очень быстро меняют свое мнение, такое тоже бывает. Это вот, кстати, вот действительно вот абсолютно согласна с Дарьей, потому что, знаете, это то же самое, что и с платьями. Мне невеста говорит, я хочу вот такое вот платье, вот мне так нравится вот это платье, я это платье смотрю уже полгода в интернете вот на модели, такое красивое платье, а потом она надевает это платье, и она понимает, что вообще не ее фасон, вообще ей не нравится, совершенно ей не подходит. Вот, кстати, тоже еще интересное кольцо, кольца я сейчас взяла тоже, Дарья отобрала, матовые, но алмазная грань, но она смотрится очень стильно, кстати, действительно, здесь прям вот, прям вот соглашусь. Хотя я, знаете, так обычно скептически относилась к алмазной грани, но здесь оно смотрится прям действительно очень стильно. Ой, смотрите, как красиво смотрится. Сейчас я на вот этот пальчик надену. Смотрите, как красиво смотрится. То есть оно матовое, вот с этой гранью, и выглядит очень даже элегантно, действительно элегантно. Сейчас еще вот это колечко надену. Ой, ну мне так и нравится, слушайте, примерять кольца, это прямо как-то, прямо какая-то особенная история. Хорошо, ну мы более-менее пробежались по основным колечкам. Вот я сейчас еще одно, а два, наверное, колечка покажу. Одно колечко такое очень классическое, кругленькое, белое золото и, здесь белое золото, да, и белое золото и желто, и красное золото, тоже с маленькими бриллиантами, тоже, я так понимаю, что он достаточно выгодный по цене, судя по всему. Хотя нет, не такой выгодный, 71 тысяча уже стоит. А вот, кстати, вот почему вот это маленькое колечко стоит 71 тысяча, да, а вот это вот огромное колечко стоит 50 тысяч рублей, например, это без скидки. Без скидки 50, а со скидкой и того меньше. В чем разница? Хотя здесь бриллиантов больше, а здесь меньше. Это был неожиданный вопрос для Дарьи. Каратность бриллиантов. А, каратность бриллиантов, вот еще на что влияет. И вот еще одно колечко я взяла тоже интересное, это тоже, я так понимаю, какое-то нанесение бриллиантовое, да, здесь желтое золото и белое золото. И, кстати, вот такого плана кольца я еще лично не видела, то есть для меня вот эта вот новиночка прям действительно, хотя я много смотрю, да, за всякими трендовыми новиночками, трендами и новиночками в мире обручальных колец, и не только обручальных колец, и вот это для меня прям действительно новиночка. И спасибо большое, что вы его подобрали, хочу сказать. Да, большое спасибо, что подобрали. Но при всем при этом, вот я смотрю на цену, да, этого кольца, я понимаю, что оно стоит не дешево, оно стоит так прям хорошо. А, ну 26 со скидкой, а еще там, ну хотя да, дешево. Не получилось. Забудем, забудем об этом дешево. Друзья мои, ну у меня в руке сейчас еще одно колечко, которое, ну мне кажется, что оно никогда не потеряет актуальности действительно, да? Вообще нет просто. Вот никогда, это тот самый случай, когда, ну действительно есть смысл вообще приехать и купить это кольцо, потому что оно, неважно, сегодня это кольцо вот купишь вчера или через 20 лет, оно всегда будет актуально. Всегда будет. Ну потому что здесь классическое белое золото, да, здесь какое-то количество бриллиантов, а бриллианты они и есть. Вот бывает такое, что мне нужно такое же, но чтобы дорожка была там по всему периметру. Да, бывает. И насколько это удобно в носке, когда дорожка по всему периметру, не больно пальцем? Ну у всех, например, по-разному, но чаще всего это неудобно все-таки. Поэтому делается так для удобства, чтобы вот, ну не полностью вся дорожка шла, если мы говорим именно об такой модели кольца, то есть о крупных камнях. А дорожка это именно, наверное, меленькие какие-то? Ну да, чаще всего да, потому что, ну если такие камни будут по кругу, по всей шайбе, это очень неудобно. Золоток красивый, красота требует жертв, знаете ли. Сделали вывод, мои дорогие невесты и женихи, в тренде шайбочки, достаточно тяжеленькие такие колечки весомые, да, бриллианты и какое-то интересное исполнение, наполнение бриллиантами этих колец. Вот это вот в тренде. Давайте вот прям вот пару слов сейчас про помолочные кольца, потому что я уже одно колечко показала, оно, которое мы уже отправили всех мужчин России за этими кольцами. Кольцом за 10 тысяч? Да, за этим кольцом. Если, допустим, возьмем вот такое кольцо, такое более весомое, да, здесь прям огромное количество бриллиантов, оно непонятно только из какого золота, потому что здесь столько бриллиантов, что кажется, что, в общем-то, оно из белого золота, но вроде нет, да? Нет, красное золото. Красное? Красное золото и бриллианты. Я бы никогда не подумала, кстати, я действительно подумала бы, что это белое золото, потому что здесь большое количество бриллиантов. И сколько здесь бриллиантов в этом кольце? Да, 67 бриллианты. Серьезный подход. 67 бриллиантов. Вот я вообще обычно не люблю про деньги, я обычно про красоту, да, про какую-то эстетику. Но сегодня я просто увидела, когда я увидела 80%, я думаю, так, сейчас я их подловлю 80%, и сегодня я пойду про деньги. Сколько реально, какую сумму нужно потратить жениху, чтобы купить вот такое колечко и порадовать свою возлюбленную кольцом с 67 бриллиантами? Ну, около, ближе к 100 тысячам, наверное, чуть меньше. Ну, а что, там на бирке 325 написано. Подождите, вы должны были мне сказать, ну, извините, но здесь 323, но не 100 тысяч. То есть здесь на бирке 323, плюс скидка это 150. До 80%, но с 1100, да. 1100. 1100 и 67 бриллиантов у вас на руке. Не все кольца вы достали, потому что там тоже огромная витрина, у вас помолочными кольцами. Почему именно эти? Почему именно вот один камушек, почему не там 3 камня, не 5 камней? Ну, потому что помолочно вроде как принято то, что берут вот определенно, чтобы был один камень, чтобы можно было носить это все потом с обручальным кольцом. То есть чаще всего берут так, что обручальное кольцо и сверху, грубо говоря, помолочное кольцо, чтобы все это было на одном пальчике. А красиво это смотрится только когда один камень. Дарья, давайте мы сейчас вот дадим... Один бриллиант. Сейчас вот посмотрим в камеру, дадим рекомендацию парню, который хочет подарить свое возлюбленное кольцо с 67 бриллиантами. Какое кольцо нужно купить ему в качестве обручального кольца, если в качестве помолки он купил... помолвки он купил 67 бриллиантов? Сколько? 68! Ну что, неправда, что ли? Хорошо, да, следующее колечко вот вы тоже отобрали, здесь тоже достаточно классическое, с одним бриллиантом, здесь один бриллиантик, да, с одним бриллиантиком, красное золото и вот еще одно колечко. Не буду долго останавливаться, покажу просто то, что отобрала Дарья. Здесь меньшее количество бриллиантов, да. Так, ну и еще парочку колец, да, покажу. Вот это вот такое очень классическое колечко с... Причем здесь не один бриллиантик, да, здесь 4, да, или сколько? 9, по-моему, где-то. 9 бриллиантиков, они маленькие, меленькие, но выглядят достаточно интересно, классическое, с белого золота. И еще одно колечко тоже с белого золота, тоже квадратненькое, но здесь уже один бриллиантик, да, и это тоже... Я смотрю, что вы отобрали не только кругленькие бриллиантики, но и квадратные, это тоже популярно, тоже спрашивают, да. Кстати, вот сейчас вот прежде, чем попрощаться, я вот вижу, что у вас там витрина с посудой какой-то, еще с чем-то, это для чего? Что это за посуда? Для чего это нужно? Это какие-то подарки, в качестве подарков какие-то покупаются или что? Ну, к нам... У нас есть все. И вот мы поняли, что... С посудой, с ложками, вилочками, погремушечек. Это серебро? Там есть, да, рюмочки, стопочки, это серебро, хрусталь, все есть, да. Кстати, знаете, вот прикольная тема тоже, я вот сегодня увидела здесь, что есть серебряные ложечки всякие и так далее. То есть, невеста, теперь для вас, значит, лайфхак. Если вы хотите, чтобы вам подарили там серебряный чайник, например, почему бы и нет, пусть чайник серебряный, значит, пишите wish list, я, кстати, каждый день рождения так делала, пишите wish list, говорите, вот дворец, во дворце чайник продается, такой-то серебряный, и все, и ваши гости приезжают во дворец и покупают чайник серебряный, да? Все четко, все четенько. Ну что ж, дорогие мои друзья, сегодня мы вместе с вами побывали в торговом центре Коламбус во дворце Колец. Это единственный, да, такой дворец, я так понимаю? Во дворце Колец, где несколько залов с кольцами, глаза просто разбегаются от количества, поэтому я уверена, что вы найдете то, что вам подойдет и по цене, и по качеству, и по количеству, бриллиантов, что самое главное. Всего хорошего, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх, включать колокольчики, оставлять комментарии, подписываться на канал, да, в общем-то, вы все сами знаете. Спасибо, что посмотрели это видео, и пока-пока. Кстати говоря, я тоже решила себе взять колечко в дворце Колец, и знаете, какой классный бонус, что здесь можно на месте колечко уменьшить, потому что у меня не подошел размер, без проблем можно подойти к ювелиру, который прямо здесь же находится, и он за 15 минут делает кольцо нужного размера. Он ювелир, наверное, мое колечко делает сейчас. А еще, кстати, за покупку мне подарили сережки. То есть я ухожу сегодня не только с колечком, но и сережки. О, мне открывают двери. Готовы мы, готовы мы бриллиант, бриллиант моей души. Померите. Ой, смотрите. Мы практически только что с вами поженились, понимаете? Ой, красота. Все, действительно, уменьшили под мой размер, потому что он был... 16-й. 16-й сделали. Там был 18-й. 18-й. 17,5. 18-й. Вот. А мне сделали 16-й. Кстати, по поводу уменьшения размера, уменьшить размер тоже бесплатно. Здесь не подойдет, не подходит, пожалуйста, подходишь к ювелиру, он тебе бесплатно уменьшает размер кольца. Класс. Я довольна. Вся с украшениями. Еду домой. Субтитры создавал DimaTorzok